Я не помню, когда мы имели возможность видеть столько лидеров, во-первых, российской демократической оппозиции и вместе, конечно, с нашими друзьями из Белоруссии. Это очень и важно, и даже трогательно, и как-то в сентябре. И хотелось бы, чтобы эта встреча как-то стала каким-то даже историческим образом. Для нас, конечно, очень трудно сказать, как мы можем, будучи здесь в Белоруссии или в Европе, помочь, скажем, вам в России, в Москве действительно достичь очень ясных целей, видя те проблемы, которые господин Гозман очень доказано выложил. Но что говорил и Александр Валентинович, и что на дальнейшем говорил? Что мы видим сегодня? Вот господин Гозман говорил о том, что России нужна война. Она имела войну в Грузии. Сейчас как-то ничего больше не нету на подходе. Ведь вас слишком маленькая. Не было бы с такой интересной это приключение. Но... Это нормально. Да. Но что я вижу лично? Я думаю, что... Вот об этом мы говорили. Крым ведет войну за все государства соседнего подмеска. Не военную, не пилитарную войну, а войну влияния. И войну куда этот регион обвинется? В сторону Европы или в сторону Таможенного союза, Евразийского союза. Мы сами были свидетелями вот только что неделю назад. Мы втроем утром с Монавис и я провели 2-3 дня очень интересных в Киеве. Провели переговоры со всеми позиционными партиями. Видели их проблемы. Но мы договорились и мы подписали общую декларацию по поводу того, что вся оппозиция от партии Юлия Томученко Свободы и Дар Мишкова и УДАР, что они выступают за подписание договора про сосед. Это было достаточно трудно и это новый момент. Но мы знали тоже выезжая, что через неделю приезжает большущая делегация Единой России, занимает всю гостиницу рай и будет работать с депутатами Рады, привлекая их в другую сторону. В чем мы видим проблему? В том, что действительно Кремль имеет ясную стратегию. В Брюсселе, скажем так, общее говоря про Европейский Союз, особенно про старые столицы, но он так и так и так. Вот с господином Александром Великевчем мы были на Брюсселе, по-моему, встретились на съезде, ну, на ординарном съезде Европейской народной памяти. Я тут два месяца. И меня действительно очень осторожило то, что и в Берлине президентский демократ и в других столицах, наверное, есть вот такой, ну вот, есть проблемы в Украине с селективной части, пока не решат, мы ничего не будем делать, это ваша проблема, значит, пусть Украина, пусть власть там сама решает все свои проблемы. И это играет навык. Ну, я всегда говорил, а хорошо, не будет подписано на Брюсском Санкт-Петербурге. А как в Кремле? Они будут переживать или будут и радоваться. Для меня это очень интересно. И я вижу этот процесс действительно, опять же, более широко, это не только вопрос Украины, Молдовы, Южного Кавказа. Пойдут ли они ближе к Европейскому Союзу или нет? Но это и вопрос, как дальше будет развиваться сама Россия. Это то, что всегда Брюсинский говорил. Россия с Украиной – это империя, Россия без Украины – это империя. Поэтому, чем мы можем помочь, уже спрашивая и у вас, некоторой помощи, которая была бы помощью и для вас, и для всего ребенка. То есть голос российской оппозиции очень четко высказывается за то, чтобы страны восточного соседства приближались бы или использовали бы вот этот шанс приближения к Европейскому Союзу. был бы знаком, который был бы услышан и в столицах Старой Европы, где надо еще и еще работать, чтобы и они были убеждены, что это надо делать. Это надо делать для перспективы всего, для монетического развития всего этого региона, который все еще страдает из-за того, что последняя европейская империя разрушилась только 20 лет назад. И последнее, я хотел внимание на то, что Александр Мельчевич говорил, о том, что только 20 или 30 процентов авголовских жителей вообще когда-нибудь видели европейцев. Я думаю, это уже на нашей стороне вопрос, о котором мы, я так все подумаю и пытаюсь использовать в некоторых формах эту идею. Но я думаю, что в Европе нужно не то, что думать о санкциях. Можно думать, можно не думать, но есть разные последствия. Но Европа должна думать о том, что бы я назвал, я бы назвал Erasmus. То есть гораздо больше стипендий для студентов из стран Восточной Франции. Не только университет, Гумианитис университет, Белорусский университет здесь в Бильнюсе, 2 тысячи молодых студентов, но десятки стипендий для молодых людей из этого региона. Это бы изменило не завтра, не послезавтра, но через 5 лет, через 10 лет. Это бы изменило всю ситуацию. Пытался коротко, но... Спасибо. 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 Когда говорил господин Георгиевич, что действительно «мохо-мо» нужно «мохо-либо». Я думаю, это действительно так, что какую-то искру проевропейскую нужно нам удерживать. И здесь, конечно, без российской оппозиции демократически очень будет трудно. И один только потому, что и сам Бруссель иногда ведет, ну скажем так, трудно понимаемые игры, которые попасывают в один стандарт. Что я имею в виду? То, что для Украины, для Молдовы, для Грузии, для этой «шестерки» ставятся, ну скажем так, такие сверхзадачи по их нынешнему развитию, по реформам. Вот сделайте это, это, это. Как мы говорим в нашей сказке, сносите железные башмаки, и пока вы не сносите, вы не пронитесь вперед. Но, с другой стороны, мы видим определенные уступки, принципиальные уступки для официального Кремля. И здесь, наверное, не нам, а здесь, наверное, вам нужно спросить, Бруссель, почему сейчас договорено, договор достигнут, что будет безвизовый режим для России? Ну, не для России всей, а для только тех, кто имеет эти служебные паспорта. То есть для тех людей, которые являются хребетом системы. 140 тысяч, мне кажется, таких паспортов есть. И дальше не надо про что. А там, что люди, что там россияне, это уже не важно. Там когда-нибудь. Но, в принципе, это большой подарок. Большой подарок для системы. Потому что это доказывает, что можно жить комфортабельно в системе. Не важно, что там Магнитский, что там критикуют, что там кто-то в тюрьме Ходорковский. Ну вот, вот вам подарок. Я хочу сказать, что четыре страны, когда была эта дискуссия внутри, голосовали про. Но четыре, это, конечно, не самые большие страны. И вот здесь, действительно, как бы Россию разделяет. И как бы Бруссель сейчас, между прочим, лидирует здесь Германия, стоит на стороне кого? Ну вот вопрос, очень такой, скажем, ясный, с другой стороны, он вселяет определенный пессимизм. Когда мы говорим, что вот да, действительно, очень хорошо прыгать и говорить, вот да, выпустите Тимошенко и так далее. Но с той же стороны сразу делается совсем другой подарок. И тогда, наверное, для некоторых людей в Украине создается определенная мысль. А может, путь к безвизовому Украины идут через Москву? Может, вообще не нужно перейти? Может, нужно сделать такой маленький круг? Киев, Москва и Бруссель. Спасибо. Спасибо.